всем привет с вами Юлия и мой факультет в отделе и в этом видео я предлагаю вам снова поговорить о ВТО изделий которые мы с вами будем вязать своими ручками а согласитесь если мы с вами сидим и вяжем какие-то вещи в течение месяца кто-то может быть даже полгода вот и постирать и испортить изделие было бы очень именно поэтому с вами сегодня разберем все моменты стирки и я расскажу вам чем стираю почему я решила записать снова видео про ВТО вязаных изделий несмотря на то что я уже неоднократно на youtube канал снимала такие ролики и в своих совместниках я девчонкам каждый раз даю урок по стирке вязаных изделий и несмотря на это все равно девчонки умудряются испортить свои изделия это бывает очень обидно поэтому досмотрите это видео до конца мы с вами разберем все буквально по шагам и так расскажу вам о средстве которым стираю последнее время я это средства лаборатории Вундерлаб средства эти экологически чистые сделаны из овощей и фруктов представляете в производстве используются выжимки овощей и фруктов то есть например после производства сахара из сахарной свеклы берется сырье вторичное вот это сырье либо после производства яблочного сока выжимки яблок и из этого делаются вот эти гели то есть гель растворяется после того как мы его использовали то есть мы постирали и в течение 24 это средство полностью разлагается то есть не наносится никакого вреда нашей с вами окружающей среде я очень горжусь тем что сейчас наши производители наши российские производители занимаются этим и вдвойне горжусь тем что это производство у меня на родине здесь на урале в екатеринбурге так для стирки нам хватит буквально 20-30 грамм вот на такой водичку мы наливаем градусов 30 не больше что такое 30 градусов я надеюсь все понимают это прохладная вода температура тело у нас 36 и вода должна быть для стирки вода должна быть немножко прохладнее то есть если вода будет для вас теплой это уже лишние градусы для шерсти почему мы не стираем шерсть более теплой водой потому что во время стирки если мы еще не дай бог это начнем с вами шоркать шерсть может сваляться волоски нам зацепятся друг за друга и получим мы с вами валеночек температура воды постарайтесь чтобы у вас была и при стирке и при полоскании одинаковая не надо допустим стирать одной температурой полоскать другой при смене температурного режима также может произойти какой-нибудь казус и так мы с вами берем вязанное шерстяное изделие опускаем вот так вот в воду аккуратненько надавливаем пусть она сама там потихоньку пропитывается водой все опустили намочили и буквально смотрите вот чуть-чуть можно вот такими движениями здесь так скажем постирать все не более того нельзя шоркать нельзя вытаскивать и что-то как-то с чем-то тут тереть нельзя это все очень сильно выжимать вот такими движениями легкими вот так чуть-чуть пожамкали и оставили оставили примерно минут на 15 на 20 может быть на 30 можете уйти заняться своими делами смотрите после того как у вас изделия побыла в воде полежала помогло мы его вот так вот достаем аккуратно как лялечку на ручке и выжимаем вот такими легкими легкими при легкими движениями мы просто даем воде стечь смотрите если у вас изделие какое-то например из кит мохера вот мы вязали с девчонками паутинки так там объем у изделия получается совсем малюсенький малюсенький знаете я вот даже вдруг шлак вот это все вытаскиваю перекладываю аккуратненько и даю стечь воде вот мы с вами постояли немножко подавили вот таким образом все поменяли воду опустились но то есть я напоминаю температура воды тоже самое опустили снова прополоскали кстати это средство совсем не мыльные вот нет мыльного осадка на руках и очень мне нравится она на запах такой легкий нежный еле-еле заметный кодушка приятно приятно нежно нет никакой химии в общем мне нравится все мы с вами замочили еще раз точно также аккуратненько там побутыхали чистенькой водички точно также вытащили как лялечку подержали дождались когда стечет вода и уже потом мы берем полотенце и сейчас я вам покажу что дальше делать смотрите девочки после того как мы с вами прополоскали немножко дали стечь воде мы раскладываем наше изделие на полотенце я прям для вас такую картинку красивую сегодня делаю не собой не терпится посмотреть что же там такой снимать вот так вот аккуратненько просто положили на полотенце пока ничего не расправляем и начинаем вот так скручивать полотенчиком все теперь вот эту колбаску оставляем в том месте где вы ее скрутили пусть она полежит также минут 20 может быть 3 самое главное на этом этапе ни в коем случае вы вот эту колбаску не выжимайте не выкручивайте она сама должна под своим весом так сказать вода перейти в полотенце и у нас остался последний этап мы с вами уже так сказать почти что сухую кофточку свое изделие вязаные должны разложить на новом полотенце на сухом на ровной поверхности сейчас нужно раскладывать очень тщательно мы вот так вот прям каждый уголочек поправляем каждую линию каждый шовчик все выворачиваем все делаем ровным и красивым и смотрите еще что я вам посоветую взять сантиметр нам с вами нужно разложить все по размерам мы ведь с вами вязали по размерам по своим расчетам у вас все должно совпасть ваша ширина ваша высота ваша ширина рукава ваша длина рукава вы все-все-все выкладывайте здесь на этом полотенце так девчонки высохла моя кофта то есть у нас уже второй день съемок и вы знаете что я вам хочу сказать меня снова удивило это средство вот это вот средство для деликатной стирки от wonderlap дело в том что именно вот этот свитер я пока и не стирала но до этого я давно его ношу и очень много раз стирала другими средствами и что вы думаете сегодня я обнаружила что шерсть раскрылась еще больше вот посмотрите вот если вам видно вот здесь вот прям вышел такой пушок я не ожидал я думала что у меня уже раскрытие давным-давно произошло а сейчас я смотрю он такой пушистик у меня стал мне прям нравится и хочется скорее либо погода испортил я бы снова его начала носить сейчас пока стоит жира я подготовилась уже к прохладному сезону еще сегодня я обнаружила что запаха абсолютно нет никакого то есть предыдущие средства которые я использовала которыми я в принципе была довольна оставляли пусть легкие но оставляли свой аромат и несколько дней приходилось его приноски ощущать здесь я не чувствую никакого никакой одушки то есть средство полностью выполаскивается и это просто идеально я однозначно для себя решила что вот это средство теперь будет моим любимчиком просто но меня в очередной раз удивило и я знаете рекомендую его использовать и вам так что для хорошей пряжи для того чтобы она у вас идеально раскрывалась вот это вот идеальное средство как обычно я вам оставлю ссылочку под видео так что стирайте свои вещи те вещи которые вы вязали очень долго вложили в них свой кропотливый труд стирайте хорошими средствами а у меня на этом все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока